Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Центр Сен-Гейтс, Майкл Мелехов, в гостях у нас Джозеф Розенберг, Президент клуба Common Sense Club, это клуб здравого смысла, ну и человек, который делает бюджет семьи. Сегодня поговорим об очень такой необычной теме, финансовая независимость. Ну, давайте скажем так, есть некие такие моменты, которые люди крайне редко декларируют, но они существуют. Ну, например, помните, известный персонаж был приятно удивлен, когда он сказал, что оказывается всю жизнь он говорит прозой. Так вот, то же самое у нас происходит с бюджетом. Если вы сами подумаете, что такое бюджет, начнете задумываться, в результате оказывается все, что вы делаете, все ваши, ну скажем, финансовые и даже не частные нефинансовые шаги, это и есть часть вашего бюджета. Так вот, для того, чтобы наш бюджет защитил нас в самые, ну скажем, трудные моменты, потому что в конечном счете бюджет – это план для аварийной ситуации. То есть мы должны из любой аварийной ситуации вырулить с минимальным количеством потерь. Как у нас говорят, надо подготовиться к неизбежному. Ну, я бы не сказал, что плохие ситуации – это неизбежность, но сделать их, сдемпфировать их максимально, безусловно, безусловно. Как говорится, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть на черный день мы должны иметь какие-то фонды. Безусловно, безусловно. Так вот, когда вот сегодняшняя тема, она у нас так звучит, она не столько необычно звучит, сколько может быть глобально звучит – финансовая независимость. Так вот, я вам могу сказать, что первый краеугольный камень финансовой независимости, ну, по крайней мере, в Америке. И я думаю, что с какими-то маленькими коррекциями, может быть, во всем мире, это возможность в любой момент и в любых пределах получать финансирование. То есть если я знаю, что если вдруг что-то встретится, я получил финансирование. Что-то случилось – я получил финансирование. И так далее, и так далее. И вроде бы картина очень хорошая. Вопрос заключается в том, что… А где гарантия, что мне это финансирование дадут? Для этого надо создавать кредитную историю. Это отдельная песня. Нет, безусловно, на свидание надо ходить с мытой шеей, о чем речь. Извините, у нас строгий… Дресс-код. Дресс-код, да. Главное, чтобы дресс был. Да, да. Так вот, Майкл, живя здесь уже не первый год, прекрасно понимает, что даже когда вы находитесь, вроде бы, в идеальной ситуации, и лучшего клиента банк не может вам предоставить, тем не менее, вы можете получить ответ «нет». И я вам приведу очень простой пример. Потому что, когда мы запрещаемся за какого-то рода финансированием, это не то, что тот человек, который представляет банк, имеет за спиной безграничный лимит. Нет. Нет. Я вам приведу простой пример. Значит, вышел на… Вышел моргидж с каким-то потрясающим интересом, там, на процент меньше. И все, естественно, рванулись туда его брать. Через месяц он закончился. Почему? Потому что тот инвестор, который выделил там свои, там, 20-30 миллионов на это дело, он его исчерпал. И мои кондиции шикарные, и мне трудно предвидеть… У меня прекрасный кредит скоро. То есть, все хорошо, а у него денег нет. Или он не захотел мне делать денег. Он плохой. Он не захотел дать мне денег. Поэтому, когда мы говорим о финансовой независимости, вот то, что Майкл сказал о том, что должны быть хорошие кондиции, это необходимые условия. Но достаточные условия, если уж так посмотреть на все, когда у меня есть возможность самого себя финансировать. Self-finance. Когда я могу себя профинансировать основе. Мой гидж? Я же выключил. Пусть я слишком много телефонов. Я же выключил звук. Шло какое? Давай, давай, садись, потом будешь смотреть. У нас время идёт, ведь. Я потом вырежу. Ну так вот, речь идёт о том, чтобы действительно спать спокойно. Надо быть уверенным, ну хотя бы, скажем, на какой-то, ну, определённый промежуток времени, чтобы я мог себя профинансировать сам. Джозеф, у меня есть такое предложение. Давайте мы всё-таки напомним нашим радиослушателям, что такое сам себя финансировать, если у нас, так сказать, мы не банки, мы не инвесторы, у нас нету возможности. Что в данном случае вы под этим понимаете? Прекрасно. Значит, любое финансирование, прежде всего, предполагает деньги. Когда я могу сам себя финансировать? Когда я сижу на подушке с 10 миллионами долларов. И когда мне не надо никому обращаться, и до той поры, пока я её не исчерпаю, пока я её не исчерпаю, мне не надо никому обращаться за деньгами. Следующий источник гарантированного финансирования это открытые кредиты, которые на сегодня существуют. Кредитные карточки? Это разные кредиты. Не только. Вот, например, если у человека выплаченная недвижимость, выплаченный дом, оттуда можно взять кредит. Если у человека большой пенсионный план, оттуда можно взять кредит, не разрушая его. Если у человека там парочка ламборджини, можно под них взять кредит. Ну да. И так далее. Но самый простой и распространённый инструмент, самофинансированный, безусловно, это являются кредитные карты. Вопрос в другом, что в нашей стране эту карту используют, может быть, только на 5% её потенциала. Используются в основном для удобства, для получения бонусов, для того, чтобы выплатить какие-то мили, чтобы летать бесплатно, зарабатывать на возврате от использования, то, что я плачу за бензин, и так далее, и так далее. Ну, мы сейчас не говорим о кредитных карточках, а мы говорим о возможности... На самом деле, как их можно использовать. Да, мы говорим о возможности финансовой независимости через самофинансирование. Да. Я ещё раз возвращаюсь. Давайте уточним, что было. Самофинансирование – это свободный доступ к средствам. Так вот, мне легко обратиться в свой собственный карман, откуда я могу взять деньги. Всё, что мне это препятствует, это мне надо получить от жены разрешение. Но, как говорится, больше ласки, и вы можете с деньгами с этими работать. Понятно. Вот. Второй доступ – это те, ну, скажем, есть такое понятие equity, собственность, которая находится в нашем распоряжении. Это может быть дом, это могут быть пенсионные планы, накопления и так далее. Это тоже мнение, надо ни у кого спрашивать. И пару ламборджин. И пару ламборджин. Вот. Одна из них жены, одна. Да, твоя. Обе у жены. Обе. Да. Так вот, но, если вот этого рода планы, они от чего-то зависят, ну, допустим, мы говорили о том, что дом упал в цене, и я пошёл за этой кредитной линией, а банк мне сказал, «Но вей, вы не можете ей пользоваться, у вас упала equity в доме». Я пришёл за пенсионным планом, а мне говорят, «Да, во-первых, для того, чтобы оттуда взять лон, вы можете взять только 30%, во-вторых, это вам будет что-то стоить, а в-третьих, мы вам это можем сделать только в следующем квартале». То есть, опять же, масса таких возможных лимитов, возможных ограничений, которые могут поставить под угрозу тот проект, которым я сейчас хотел бы им профинансировать. И только кредитные карты, только кредитные карты, которые находятся... Вот у меня сейчас в кармане там лежат три карточки, вот, в принципе, я могу через 10 минут положить там 70 тысяч на стол. Здорово. Дорогие друзья, обращайтесь к Джозефу, он вам скажет... И он вам даст эти 70 тысяч. Ну, он все... Да, вы же только что об этом, так сказать, на всю аудиторию сказали. Да. Под определенный процент, правда. Free. Free. Но... К чему я это говорю? Для наших радиослушателей. Но. Да. Но в чем удобство, если у вас существует вот такой фонд из кредитных карт, что чем больше он в объеме, тем легче его увеличивать. По какой причине? Потому что банк, давая мне кредитную карту, давая мне кредит на каком-то кредитной карте, он ориентируется на среднем размере кредитных карт, которые у меня есть. И если вначале люди, открывая себе карту, имеют там лимиты 2, 3, там 5 тысяч, то, соответственно, новая карта получается в таком же виде. Но когда мне клиент звонит и с обидой говорит, вот, мы с вами работали и так далее, а мне больше 45 тысяч не поднимают. Как говорится, мне в его проблеме. Всего, да? 45 тысяч. 45 тысяч он больше не может поднять. Так вот, ему дают эти карточки на 45 тысяч, потому что у него средний где-то уже за 30 тысяч. Вот. Понимаете? И поэтому, когда мы снова, как говорится, куда мы не крутимся, мы вернемся к аварийному фонду, создаваемому из этих кредитных карт. И чем он хорош? Потому что с каждым новым витком мы его быстрее увеличиваем и легче увеличиваем. И вот этим самым мы себе, во-первых, обеспечиваем, так называемое, вот, к которому, мечте наше, самофинансирование. И что самое главное, что очень важно, что оно фактически, вот это вот, наше, наше самофинансирование, оно, вот, оно у нас с каждым годом нам больше и больше расширяет рамки его использования. Дорогие друзья, хочу, кстати, привести один пример. Вот, мы беседуем уже не первый раз с Джозефом, и я буквально на днях решил последовать совету и открыл карточку. Я напечатал в Google, какая карточка самая на сегодняшний день в Соединенных Штатах дает больше всего бенефитов. Мне вышло там несколько карточек, я выбрал одну. Моей фамилии там не было? Нет. Самый большой бенефит это мой совет вам, Майкл. Да, вот, чем я, дорогие друзья, и воспользовался, то есть я заполнил аппликейшн. Ну, кредитный скорый у меня, надо сказать, хороший. Вот, кредитный скорый у меня. Да, хороший. Поэтому в течение пяти секунд было написано, что утверждено, и я получил эту карточку. Причем, что самое интересное, если я сейчас за три месяца положу или куплю на сумму четыре тысячи, мне будут бонус, который ко мне вернется стоимостью шестьсот пятьдесят долларов. То есть из четырех тысяч шестьсот пятьдесят долларов это довольно-таки серьезный процент. Это порядка тридцати процентов годовых. Это тридцать процентов годовых, которые я могу использовать, но это не то, что мне дадут эти деньги сразу. Я бы на вашем месте точно поделился с адвайзером, тот, кто вам дал совет. Да, вот это мы, поэтому, дорогие друзья, вы можете воспользоваться советом Джозефа Розенберг, телефоны которого и имейл которого вы увидите на ваших экранах. А Джозеф, у меня к вам, наверное, последний вопрос в этой теме. Скажите, вот мы все-таки говорим о бюджете. Мы все время говорим о бюджете. Ну, и вот вот эта вот финансовая независимость, вот этот вот аварийный фонд. Как аварийный фонд может быть частью нашего бюджета? Ну, во-первых, это страховка. Это страховка, которая говорит о том, что если вдруг что-то там будет падать, нам есть на что жить, не ломая наш стиль жизни. Но с точки зрения такой монетарной, с точки зрения финансовой, аварийный фонд выполняет другую мощнейшую функцию. Вот, я вам могу сказать, что очень часто, особенно с возрастом, ну, чем люди старше, тем более консервативный их инвестмент план. И вот эта консервативность во многом лишает их возможности зарабатывать то, что они зарабатывали, скажем, 5-7 лет назад. Почему? Потому что им их консультант, который занимается их портфолио, говорит, ребята, вы уже не в таком возрасте, чтобы компенсировать потери, вот, у вас нет времени для того, чтобы восстановить. Поэтому никаких рисков, давайте опускаемся, опускаемся, и люди опускаются до 0-0-0-0-0-1-10-й процента. Вот, так вот, основная причина из этого, то, что нет времени восстановить. так вот, когда у вас есть вот этот ваш аварийный фонд, у вас есть возможность вашу наличность, которая у вас лежала, как бы, на черный день, пустить в работу. Понимаете? И вот с точки зрения вот такой финансовой, это очень мощный инструмент. Потому что, когда у меня есть запас, то мне не страшно рисковать тем, что я вполне могу компенсировать за счет кредита. Понятно. Хорошо. Тогда спасибо. На этой оптимистичной ноте. На этой, да, очень такой, действительно, позитивной ноте, дорогие друзья, мы должны попрощаться с Джозефом Розенгертом. Скажем, до свидания. Да, мы прощаемся только временно, и мы обязательно вернемся в следующую тему через неделю. Да. Значит, что бы я вам порекомендовал, и за что было бы вам крайне благодарен? Вот, вы видите имейл на ваших экранах, если вы мне пришлете какие-то вопросы или темы, которые вы хотели бы осветить более детально, я вам гарантирую, так сказать, достаточно подробное объяснение, как в эфире, так и вам, я могу спокойно это отправить и материалы, и мои рекомендации на ваш имейл. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.